Уважаемые коллеги, безусловно, тут трудно с чем-то спорить, и тем более с нашим президентом во вчерашнем послании. Но давайте все-таки будем, на мой взгляд, более прагматичны. Но вот что мы действительно думаем, даже если налоговые вычеты будут, и даже вообще от подоходного избавят, по крайней мере, наши многодетные семьи, что давно пора. Мы что думаем, что у нас появится позитивный демографический рост? Вы знаете, в прошлом майском указе, в первом пункте, в первой строке, у нас, как вы знаете, к 2024 году, а он наступил, у нас уже должен быть достигнут устойчивый и естественный рост населения. Помимо того, что мне казалось бы, наши специальные органы должны найти того человека, который это вписал, это первый пункт. Понимаете? Но второй момент заключается в том, что мы сейчас опять все это бодро на будущее наговорим, расскажем про ценности. Замечательно, за это никто же не отвечает за ценности. Понимаете? Кто у нас отвечает за ценности? Никто. Прекрасная тема. Но возникает вопрос, а что мы получим через 6 лет? Понимаете? И в этом плане то, что Александр Александрович говорит, я с ним не согласен, что надо на здравом смысле переосмыслить, надо наоборот на сверхмыслительно-научном, прорывном смысле переосмыслить. Но то, что нам нужно кардинально переосмыслить. Все наши подходы, на мой взгляд, об этом говорят результаты. Если мы не начнем их анализировать, а будем рассказывать опять про следующие 6, 10, 20 лет, про ценности, теперь многодетные, слава богу, раскрутили правильно. Но от того, что мы халва будем говорить, как здесь уже говорили, толку не будет. Что из этого следует? Давайте все-таки к основам. Ведь мы находимся в ситуации, когда, по сути, век, целый век предыдущий формировалась культурная парадигма молодетности, которую дальше неграмотные псевдоученые назвали демографическим переходом и другими замечательными словами. Но мы, понимаете, но молодетность формировать легко. Это разрушительный процесс. А вопрос возникает, а что мы должны сформировать культурно? Это вопрос культуры прежде всего, понимаете? И мы должны понимать, что либо мы выдвинем, по сути, планетарный проект, я считаю, трех-четырех детной семьи, а не просто абстрактно многодетной. Потому что не будет большая часть российских семей, скорее всего, с пятью-десятью детьми. А вот три-четверо детей, как русский планетарный стандарт, вот если мы это не выдвинем, не подведем к этому, абсолютно правильно было сказано, консолидацию всех федеральных органов, исполнительной власти, правительства, всех силовых органов. Если мы к этому не подведем, ничего не будем. Ну пройдет шесть лет, опять мы здесь соберемся и будем рассказывать про ценности. Причем, ну мы-то все договоримся, не проблема. Осталось уговорить 24 миллиона российских семей. Поэтому я считаю, вот этот культурный переворот, и, кстати, прекрасная идея, которую продвигает комиссия патриарши по делам семьи и детей по поводу конвенции в защиту семьи, как международной конвенции. Это, на мой взгляд, вот ход. Но возникает вопрос, а почему это патриарши и комиссии продвигают? А не российский МИД? Чем он занимается, российский МИД? Помимо того, что рассказывает, какие плохие шольцы и прочие замечательные Урсулы фон Берлайнен. А он должен продвигать конвенцию по защите семьи. Тогда о чем-то можно серьезным говорить. Геополитический прекрасный ход. Да я сейчас не буду, поскольку времени нет, останавливаться. Но, я еще раз, культурная парадигма трех-четырехдетная семья – это русский идеал для всего человечества на ближайшие полвека. Тогда можно работать. И под это, как податомный проект, надо подвести ресурсы, надо подвести Берию, а не болтунов, которые будут рассказывать всякие красивые сказки. Тогда мы можем о чем-то говорить. И, в заключение, отсюда вопрос следует, собственно, какой? Что под этот культурный проект мы должны второе, что рассмотреть – это политэкономия. Потому что мы прекрасно понимаем, вот, например, льготная ипотека для многодетных. Ну, красиво звучит. Но квадратный метр вырос на 82% официально стоимость квадратного метра. То есть, многодетные семьи России, беря льготную ипотеку, кормят банки и строителей. Юрий Васильевич, у нас с вами время заканчивается. Поэтому, пока мы не изменим эту политэкономическую парадигму, и у нас банки и стройка не начнет кормить многодетные семьи, я думаю, далеко мы не уйдем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.